здравствуйте дорогие друзья с вами розе и это ивенты и обновления мира линейдж 2 мобайл видим появился вот такой остров на который можно попасть с 30 50 55 60 уровней ход на остров 10000 адены стоит этот остров будет до 28 декабря за охоту на монстров и в винтовом подземелье можно получить предметы кристалл улучшенный кристалл новогодние печеньки новогодний леденец также с элитных мобов выпадает вот такой вот торт также с них кристалл улучшенный кристалл выпадает и свитки модификации видим с тортика мы можем достать ордена славы от 200 до 300 штук и знаки поручения от 100 до 200 штук фрагмент рецепта создания редкого оружия доспеха украшение гигантов и винтовое подземелье доступно два часа в день вот видим вот такие вот и темы падают один и тем стоит если продать торговцу 5000 адены новогодние печеньки новогодние печеньки уже 10 тысяч за штучку видим вот такой тортик выпадает этот уже полчаса стою мне один раз выпал этот тортик если его открыть видим знаки поручения 100 штук орден славы 200 штук и фрагмент рецепта создания добавляется вот такой новогодний пропуск пропуск новогоднего фестиваля где мы проходим разные задания вот убить 500 монстров в винтовом подземелье новогодний остров активация стоит 1225 адены получаем вот такие новогодний веночек видим золотая настойка ли которая дает по одному стату на 4 часа баф и святая вода ну стабильный набор и вот такие вот коробки с которых выпадают но может вам выпасть карта класса один раз и карта агатиона один раз но если вам повезет конечно может выпасть и 6 раз карта агатиона 6 раз или 11 раз также карта класса 6 и 11 раз ну зелье развития 10 процентов это такие улучшенные на 5 процентов больше и финальная награда 100 штук реликвий энергии также видим вот такие вот красненькие подарочки видим уже карты высокого качества вам могут попасться сундук с пособием высокого качества на выбор пособие на выбор карты и зелье развития вот такой вот пропуск новогодний благословенная сила это баф который в городе стоит елка на которой вы нажимаете вам дает баф на 4 часа весь урон и защита и точность всего один день на рождество 25 декабря 00 ночи будет отправлено особое письмо награды будут выдаваться только в течение одного дня поэтому обязательно заберите ее из почты до 23 59 25 декабря воскресенье видим что тут за подарок такой особенный энергия энхасад 1225 штучек новогоднее печенье 12 штук новогодний леденец 25 штук коробка с подарком новогоднего фестиваля две штучки коробка с новогодним подарком вот и ты чё вот это что это тут за подарок такой реликвия энергии 25 штук заряд души 1225 штук а ну это такие как коробки я так понял 2 и 5 штучек получается тут карты класса и карты агате он его может повезти и сундук с пособием и также с высоким качеством пособием и высоким качеством карты вот такой вот подарочек на новый год суперский просто нет слов и также обычная писемка вот каждый день 12 часов до 28 декабря попозже будет отправляться подарок на новый год энергия энхасад 1225 штук новогодний венок часы новогоднего острова заряд души не прикольно часики это прикольно новогодний венок это золотая настойка аллеи пир наследника святая вода эликсир наследника вот такие вот ивенты теперь мы перейдем к обновлениям видим добавили два новых агатеона один героические вот такой венок добавили новогодний венок естественно только достается за донат конечно же за донат увеличивает игнорирование доп снижение у оглушенных целей до прон в пвп плюс 3 шанс тройного урона плюс 3 процента тройной урон это круто и редкий вот такое новогоднее печенье я на него смотрел как будто надо мной степенье новогодние печенье для игнорирование снижение урона плюс один блокировка оружия 2 процента сука ну и не могу на посмотрите на эту морду новогодние печенье и новогодний венок добавлено новая коллекция агатеонов конечно же урон от умений плюс 2 процента точность плюс 2 снижение урона но блокировка оружием плюс 2 процента весь урон плюс 2 процента конечно же с новыми с новыми агатеончиками это все суммируется видим фелис добавлено награды за определенные уровни опыта так это не интересно проводится работа для улучшения баланса классово наручный меч дружественным целям для умения цепной удар добавлены члены альянса так парные мечи боевая стойка коварства боевая стойка коварства усилен эффект восстановления хп больше не наносит урон в состоянии злой рок так теперь арбалет у арбалета очень много чат добавили тут побег героические умение улучшено теперь его можно использовать немедленно при использовании умений теперь при получении урона области проксима будет отображаться эффект получения урона квазар мифический теперь его можно использовать немедленно при использовании атакующих умений так дальше арб злой рок легендарный исправлена ошибкой за которой применение эффекта восстановления хп от некоторых умений пока на персонажа был наложен эффект злой рок сакральность мифические умение улучшено теперь его можно использовать немедленно при использовании умений теперь будет выводиться уведомление о времени действия общее увеличена точность умений наносящих урон посох общий увеличена точность умений наносящих урон изменено на увеличение мощности умений один название поменяли крут новые правила для похода в одиночку катакомбы отступников если оставаться на базе каждого лагеря в течение одной минуты во время матча то персонаж будет считаться отсутствующим его переместят сервера если персонаж исключается из матча то его очки рейтинга уменьшаются а награды он не получит вот так вот изменение катакомбы отступников надо будет каждую минутку двигаться иначе вас выкинет город уменьшена стоимость восстановления опыта в алмазах если побежденный враг тратит алмазы на восстановление опыта или предметов то появляется информация сообщения об этом информационное сообщение увидит только тот кто победил врага отключить и включить информационное сообщение можно в меню настройки уведомления другое оповещение о трате алмазов правило отображения предметов в записях об убийстве клановых боссов обновлено теперь отображение происходит в порядке возрастания ранга теперь при нахождении во всемирной зоне и зоне мастера можно выбрать вкладку члены клана улучшены правила для упорядочения отображения имен персонажей последнем составе группы выстраивание идет по порядку последний подключенный персонаж с которым последний раз был в одной группе имя персонажа улучшено отображение подробной информации о предмете которая выводится после нажатия на иконку предмета в интерфейсе оптимизировано действие кнопки сброса характеристик исправлена ошибка из-за которой вместо имени персонажа возникало слово ирор при открытии окна класса или агатиона даже матюков нету никаких представляете очень странно очень странно вот такие вот ивенты с вами был раз и посоветуйте какую-то игру в которую поиграть кроме ла 2 потому что в ла 2 я не хочу уже больше играть а 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 Субтитры сделал DimaTorzok